Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. На прошлой неделе газета New York Post опубликовала одну из главных сенсаций года. Сотрудниками издания удалось заполучить жесткий диск личного компьютера Хантера Байдена, а на нем оказались тысячи электронных писем, а также личных видео и фотографий. Большинство материалов на ноутбуке не слишком интересны общественности, так как не все, что делает знаменитость в течение дня, имеет значение. Некоторые фото на ноутбуке, печальные или странные, или нескромного содержания, мы не будем вам здесь показывать. И к тому же, если честно, переписка между Хантером Байденом и его отцом, она там тоже есть, показывает, что что бы вы ни говорили, Джо Байден действительно любит своего сына. И, будем честны, это трогательно. Один из особо интересующих журналистов сюжетов найденной переписки свидетельствовал о жутковатой вещи. По этому сюжету выходило, что Джо Байден подправлял американскую внешнюю политику, нашу внешнюю политику, не являющуюся его собственностью, под бизнес-интересы своего сына. Байден агрессивно вмешивался во внутренние дела другой суверенной нации, Украины, потому что его сын получал за это вмешательство деньги. Согласитесь, даже по самым высоким журналистским стандартам, это увлекательная, настоящая тема. А вот дальше произошло кое-что пострашнее самых ужасных компроматов, какие только Нью-Йорк-Пост могла найти на компьютере Хантера Байдена. Самые властные и влиятельные люди на планете Земля вступили в сговор с целью цензурировать новости, с целью скрыть важную новую информацию от народа США. Твиттер и Фейсбук не позволили своим подписчикам делиться информацией об этой истории, а найти эту статью при помощи Гугл оказалось просто невозможным. И так в течение нескольких часов услуга под названием «Свободная пресса», основа американской демократии в течение 250 лет, вдруг оказалась отключена. За минуту до этого отключения мы были Америкой, а сразу после него мы стали Китаем. И что самое жуткое, наша новостная пресса аплодировала такому повороту событий. Самозваные охранители первой поправки торжествовали по поводу отмены этой поправки. А газета «Нью-Йорк Таймс» даже разразилась целой редакционной статьей с нападками на саму идею свободного высказывания. Каждый центр власти в США согласился с этим отключением свободы. А что самое страшное, так это то, что спецслужбы США, все эти тайные федеральные агентства с их почти неограниченной властью, они все подключились ко всему этому. Федеральные агентства вступили в сговор с новостными медиа с целью скрыть от американской общественности важную информацию. Всего за несколько недель до выборов. В субботу газета «USA Today» опубликовала одно из самых нечестных журналистских статей, когда-либо появлявшихся в печати нашей страны. Федеральные агентства расследуют, сообщила газета, настоящую дезинформационную бомбу, которая была заложена Россией и призвана была сыграть роль дымовой завесы. Русские сделали это. В этом суть этого отрывка. Единственная суть этого отрывка. Газета не побеспокоилась узнать, является ли основная история правдивой или факты точными. А это самый первый и самый важный вопрос в журналистике. Верно ли утверждение? Все остальное строится на нем. Но «USA Today» даже не задала этот вопрос. Не интересовали журналистов и вопроса о том, что же могли задумать русские и могли ли их планы осуществиться. Владелец мастерской по ремонту компьютеров в Уилмингтоне, у которого ноутбук Хантера Байдена оказался в руках. Он как вписывается в схему русского заговора? Он что, был одним из спящих агентов Владимира Путина? Десятилетиями таился в штате Делавер, чтобы дождаться именно этого момента? «USA Today» не отвечает. И не надо им было ничего понимать, потому что все остальные СМИ сразу поняли, что им делать. ФБР проверило, являются ли предположительно посланные Хантером Байденом электронные письма частью русского заговора, сообщает Bloomberg News. ПБС, которая живет на ваши деньги, сообщила, будто объявился некий бывший высокопоставленный сотрудник разведки, который утверждает, будто Руди Джулиани, юрист Трампа, занимается распространением российской дезинформации. Бывший мэр Нью-Йорка тоже работает на Владимира Путина. Вот как глубоко проник заговор против США. Репортеры из Вашингтона и Нью-Йорка беспардонно дозванивались до своих многочисленных источников в нашем государстве госбезопасности. Репортеры хотели выведать детали, а подбадривал их закрепившийся на своей ветке в Твиттере всеми демонизируемый неоконсерватор Дэвид Фрум. Во всей этой суматохе по поиску нового набора русских шпионов масс-медиа забыли обо всем на свете и не выполнили несколько очевидных вещей. Например, забыли позвонить самим Джо и Хантеру Байденом. Ведь они предположительно могли точно сказать, был ли волшебным образом найденный ноутбук их собственностью. Таким образом можно было положить конец бесплодным спекуляциям. Но почему-то никто до этого не додумался. И вот на днях один репортер по имени Бо Эриксон из CBS напрямую спросил Байдена, имеет ли этот ноутбук отношение к их семье. И вот что дальше случилось. Мистер Байден, что вы ответите на статью Нью-Йорк-Пост о вашем сыне? У меня нет ответа на этот вопрос. Это еще одна кампания по дискредитации и забрасыванию грязью. Как раз по вашей части. А, это клевета. Как раз по вашей части. У меня нет ответа, сказал Джо Байден. Байден не стал опровергать существование компьютера и связанную с ним историю, потому что он знает, ноутбук из мастерской в Делавере и вправду принадлежал его сыну Хантеру. И мы тоже это знаем. На прошлой неделе мы это доказали и подтвердили. Все, что мы узнали с тех пор, а мы узнали кучу всего, подтверждает этот вывод. Этот ноутбук принадлежал Хантеру Байдену. Точка. Он не был придуман русскими. Так что Бо Эриксон из CBS задал нормальный, оправданный фактами вопрос. И вот за это весь спецназ демократов накинулся на него, включая их многочисленных агентов в масс-медиа. Цель преследования человека, который был на самом деле довольно либеральным репортером, была очень проста. Демократы хотели послать четкий сигнал всей прессе. Заткнитесь, исследуйте нашей версии событий. Вот слова Грэга Сарджента, представителя этого спецназа. Цитата. С журналистской точки зрения, этот вопрос был абсолютно бесполезен, ведь множество элементов в той версии событий не подтверждены или очень сомнительны. Что мы узнаем, если будем добиваться от Байдена-старшего отрицания всего этого эпизода? Грэг Сарджент не объясняет нам, какие же это части нашей версии событий, вызывают у него сомнения, не подтверждены или просто выдуманы. Ни один элемент из этой версии событий не был опровергнут. Да и неважно. Еще один демократический спецназовец по имени Джон Фавро назвал статью в Нью-Йорк-Пост «российской дезинформацией» и на этой почве сделал вывод, что Джо Байден просто слишком добр к своим противникам. Майкл Макфол, который прежде отработал в исполнительной власти при Обаме пять лет, нападает на Бо Эриксона, зацитирую, «обсуждение дезинформации». Обсуждение. И исполнитель Алика Болдуина написал это, цитата. «Прими удар, сделай выводы и двигайся дальше». Что все это? Вы видите вот что. Самые властные, самые могущественные люди в США выстраиваются в боевой порядок с одной целью – спрятать вызывающую беспокойство у публики информацию от этой самой публики. А ведь в нашей стране такое когда-то не срабатывало. Вам не страшно? А должно быть. Ведь у них получилось. Они так поступают, потому что получается. Вот вопросы, которые репортеры задают Джо Байдену теперь. Счастливый молочный коктейль. Какой вкус вам достался? Мы взяли один ванильный и один шоколадный. Мы называем это черное и белое. Мы собираемся объединить их. Какой вкус вам достался? Это и был вопрос. Это человек, с которым у прессы довольно мало шансов пообщаться. И когда они получают такой шанс, то они спрашивают, какой вкус вам достался. И если вы не хотите закончить как Бо Эриксон и CBS, то лучше бы вам задавать именно такие вопросы кандидатов в президенты от демократов за менее чем две недели до выборов. Но после того, как Джо Байден дал свой ответ, один ванильный, один шоколадный, один из репортеров спросил еще. Послушайте, как прошел этот вопрос. У меня есть еще один вопрос. ФБР заявила. Спасибо. Как только слово ФБР появилось, Джо Байден ушел. И это еще не худшая часть видео, которое вы сейчас видели. Худшая часть – это другие журналисты. Они захохотали еще даже до того, как услышали весь вопрос. Спрашивать о ФБР не разрешено, ты не можешь говорить об этом. Так что журналисты заглушили это смехом. Это государственная медиа, защищающая власть имущих. Никто не подумал спросить Байдена, если ноутбук – это российская провокация, то почему есть письмо от адвоката Хантера Байдена, требующего вернуть ноутбук обратно? Адвокат – тоже часть заговора? Мы не узнаем. Ведь Джо Байден спрятался от репортеров до дебатов в четверг. А это значит, масс-медиа и спецслужбы США теперь могут все оставшееся до четверга время свободно лгать вам. Это все русские, потому что Россия. Повторяйте эту фразу, пока не поверите в нее на рефлекторном уровне. Потому что Россия – это самая страшная угроза для нас. У нас есть личность по имени Дональд Трамп, которого предупреждали о том, что он получает и теперь повторяет и распространяет дезинформацию, которая, он знает, сфабрикована и предоставлена иностранной разведкой. И, несмотря на предупреждение, он продолжает делать это. Вы уже говорили, что все это очевидно русский заговор. Это очевидно даже для меня. А я даже не была послом в Российскую Федерацию. Расскажите, почему это очевидно вам, что это русский заговор? Руди, по сути, действующий русский агент, продвигающий российскую дезинформацию. CNN сообщала, что власти США обнаружили, что эти имейлы, о которых мы говорим, связаны с продолжающимися попытками российской дезинформации. В какой-то момент вы не выдержите и скажете, да кому он нужен, этот ноутбук Хантера Байдена? Вот это и есть настоящая угроза. Этого-то и добиваются самые властные люди в стране. Они хотят иметь возможность отметать законные вопросы, используя как оправдание фейковую угрозу российской дезинформации. Вот это страшно. И вот, чтобы ни у кого не было сомнений, власти США стараются во всем этом найти русский заговор. Никаких свидетельств участия русских нет, но власти США все равно работают по этому делу. Что это за власти и на кого работают? А вот, пожалуйста, сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мёрфи недавно сообщил нам об этом. Мёрфи является членом Сенатского комитета по разведке, и вот он пишет в Твиттер. Джо Байден и все мы должны бы возмутиться тем, что масс-медиа распространяют какую-то русскую пропаганду. Я видел данные разведки по этому поводу. Россия на 2020 год поставила себе задачу сделать дезинформацию мейнстримом. Вот это хуже всего, что говорил или писал даже сенатор Джо Маккарти. Я видел данные разведки. Обратите внимание, господин Мёрфи не говорит нам, что же там было в этих данных. Тем более он не показывает нам подлинник, который мы бы могли оценить сами. Разве данные — это для могучих властных людей? Так что верьте им на слово, иначе? Может, вы работаете на Владимира Путина? А может, вы просто русский шпион? Хочется, чтобы вас обвинили в измене? Не думаю, так что прими наши слова на веру, приятель. Адам Шиф работал годами над этой линией. На этой неделе он к ней вернулся. Мы знаем, что вся эта клевета на Джо Байдена исходит из Кремля. Очевидно, источник всей этой клеветы в Кремле, и президент только рад помощи из Кремля и пытается ее усилить. Я думаю, мы знаем, кто движущая сила этой клеветы. Это президент и Кремль. Это подарки, которые не прекращаются из Кремля. И именно этот слух вообще. Я также знаю, что он пришел из Кремля. И вот в овальном кабинете прекрасный пропагандистский момент. Владимир Путин сидит напротив президента Соединенных Штатов, держа в руках газету, продвигающую кремлевскую пропаганду. Это действительно невероятно. Это действительно невероятно, сказал Адам Шеф. Трудно поверить, что он до сих пор на телевидении. И это в самом деле невероятно. Это настолько невероятно, что это даже неправда. Этим утром человек, руководящий разведкой в этой стране, всеми разведслужбами, указал, что по факту вся эта истерия, скорее всего, надумана. Нет никаких доказательств, что русские поместили статью в Нью-Йорк-Пост. Это сумасшествие. Для полной ясности, разведсообщество не верит этому, потому что нет никаких разведданных для подтверждения этого. И мы не делились разведданными с председателем Шефом или любым другим членом Конгресса, что ноутбук Хантера Байдена — это часть российской дезинформации. Это просто неправда. Нет разведданных, подтверждающих это. Ну да, хорошо. Мы не в разведсообществе, так что мы не можем это подтвердить. Мы не можем сказать, что нет никаких доказательств, это подтверждающих. Доказательства, настоящие доказательства — это то, на чём мы основываем свои решения. И нет никаких доказательств. И к тому же, ещё раз, никто в штабе Джо Байдена не говорит, что эти текстовые сообщения или имейлы ложны. А если и так, то какие именно и в чём именно? Они даже не заявляют об этом. Так что все эти заявления исходят из анонимных источников и СМИ, и всё. В воскресенье член команды Байдена по имени Джена Арнольд признала этот факт на Fox News. А может ли кто-нибудь сказать, что эти электронные письма были неподлинными? Я пока ни от кого такого не слышал. Да, я думаю, здесь всё честно. Не думаю, что хоть кто-то говорит, будто эти письма неподлинные. Я не думаю, что кто-нибудь говорит, будто эти письма неподлинные? Ну ладно. Тогда ответьте на вопросы об этих письмах. В том-то и дело, многие говорят, что письма эти неподлинные. То, что утверждения о российском вмешательстве в выборы были неправдой, это сегодня точно установленный факт нашей политической жизни. Утверждения о российском вмешательстве очень ко двору для тех, кто держит власть. Потому что благодаря этим утверждениям у вас легко можно забрать ваши конституционные права. И именно это сейчас и происходит. Этим они и будут заниматься ближайшие две недели. Цель — разгромить Дональда Трампа. Но для всех нас настоящий предмет для беспокойства — это то, что начнётся после того, как Трамп потерпит поражение. Один! Дональда Трамса. Продолжение следует...